Конечно, нервная игра, победа вопреки обстоятельствам, которые складывались всю игру, скажем так, не в нашу пользу, не забитые пенальти, не забитые хорошие моменты, удаление, чуть меньше тайма в меньшинстве, но тем не менее, ребятам сказали в раздевалке, что они молодцы, какие могут быть претензии, конечно, это их победа. Они смогли выдержать, они смогли забить победный гол в меньшинстве. Думаю, что это дорогого стоит. Сегодня, по вашему мнению, самый эмоциональный матч с участием нашей команды в первенстве? Ну, точно один из, наверное, двух-трех, когда действительно эмоции зашкаливали у всех, и у нас, у тренерского штаба, и всех, кто был на скамейке. Не понимали, как помочь ребятам, готовы были сами выбежать на поле, могли только внести коррективы какими-то заменами, освежить, чтобы осталась стройность, мобильность у команды, и чтобы мы смогли перекрывать зоны свободные, потому что при определенных раскладах они все-таки появлялись у соперника. Но, скажу так, что при счете 2-1, ну, таких уж очень явных моментов у соперника не было. Да, они нагнетали, да, понятно, они пытались использовать лишнего игрока, но вот так прям, чтобы голевой нам повезло, именно когда мы уже в меньшинстве играли. Почему сегодня пенальти бил Павленко? Ну, знаете, предыдущие там разы мы назначали пенальтиста, было два незабитых. В этот раз принято решение, что внутри коллектив, там, ребята сами примут решение. И когда назначен пенальти, он сам пошел первым бить, был уверен. Ну, к сожалению, у нас с этим беда, вот, ну, как бы никто не говорил, что там пенальти нужно тренировать. И это все-таки, прежде всего, психология. То есть игрок должен быть психологически сильнее визави, то есть один в один, когда с вратарем. Это психологический момент имеет место. Думаю, что пока вратари нас переигрывают, ну, надеюсь, что мы будем без пенальти выигрывать. Как прокомментируете сегодня поведение Андрея Текучева? Ну, не буду комментировать, скажем так, в негативных тонах. Я думаю, что Андрей сам все понимает, что излишняя эмоциональность в таких эпизодах она не нужна. Надеюсь, что для него это будет уроком и уроком правильным, откуда он вынесет правильные выводы и будет двигаться дальше, развиваться как футболист. Он очень важен для нас, для команды, и парень очень переживает. Но думаю, что футбол все-таки эмоциональная игра. И, наверное, очень иногда сложно их сдержать эмоции, хотя, ну, наверное, он подвел именно в этом моменте. Но, опять же, хорошо, что все хорошо заканчивается для него, и для нас, и для всех. Надеюсь, что в дальнейшем ребята будут в таких эпизодах контролировать себя, игру, эмоции. Дмитрий Петрович, за три года выступления в ПФЛ Чайга одержала за три года всего одну волевую победу. А в этом сезоне это уже третья волевая победа. Можете сказать в этой связи, что характер команды закаляется с каждым матчем? Ну, да, я думаю, что мы формируемся. Еще раз говорю, что быстро ничего не бывает. Большое обновление коллектива произошло. Все об этом знают. Команда выстраивается. И я надеюсь, что вот через такие победы, как в Ярославле и здесь, команда будет только прибавлять и в бойцовских качествах, и в игре. Ну, тем более, что по игре, в принципе, мы прогрессируем, как нам кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!